На тонком плане мы не делимся устной информацией, как это вот в нашей мирности принято. Вот мы не читаем книги, мы передаем друг другу пакет информации. А этот пакет подразумевает, что я вижу всё от начала и до конца, как оно было, всё в процессе. И могу заглянуть совершенно глубоко в любую глубину этого процесса в каждом моменте. Это вот такой идёт информационный обмен. То есть чуть побольше времени, и я могла бы в этот информационный пакет заглянуть очень-очень глубоко, как будто я там вместе с вами была в этом аватаре, с чем взаимодействовала, как это ощущала, какую радость испытывала, либо не радость. То есть это всё, я могу прожить это так, как это проживали вы. Вот это телепатический обмен. Обмен опытом проживания в той мерности, в том моменте и так далее. Но если вы со мной не поделились, я не обладаю этой информацией и этим опытом. С вами невозможно не делиться. Ну, мы же нацелены на что? Чтобы пробуждаться. На счастье. На счастье, конечно. Как вы сказали, на счастье. На счастье. Это материальные ценности. Да мы и есть та энергия, которая порождает эти материальные ценности. Мы есть первопричина того, что вообще всё это существует. Для кого оно было создано? Оно было создано нами и для нас. Цветосознания сотворили это для себя же. Нашлись паразиты, которым захотелось этим попользоваться. О, да. И нами заодно. Но, во всяком случае, смотрите-ка, матушка тоже приняла участие в том, чтобы вас просканировать и исцелить плодоклеточки. И поскольку это было названо, вы можете... Вы можете... Я буду говорить под запись. Чтобы потом, если забудете... Уделяйте себе время. Время радостного общения с самой собой. Радость испытывать можно от чего? От того, что я вправе. Я могу. Я умею. А вы умеете. Вы сели, расслабились. Напомнили себе, наконец, что я не тело по имени Алена. Я не мама, не бабушка. И не кому-то там жена. За пределами всех определений. Кто ищет... Не жена. Ну и умница. Даже формально не жена. Ну и молодец. Ну и молодец. Итак, напомнил о себе. Я есть свет. Я есть энергия мысли. Я есть божественная энергия. Присутствие первоисточника здесь, в этой мирности. Первоисточник опирается на меня, творя дальнейшее расширение пространства. Я сейчас не от себя это говорю. Я так гладко формулировать, наверное, не сумела бы. Да, это я не от себя говорю. Это идет, продолжается трансляция. Поэтому, вот смотрите, воля воплощенного Бога, она сравнима с волей первоисточника. В каком случае? Когда эта свободная воля способна воплощаться в реальности? Когда она соответствует вибрационно воле первоисточника. Понимаете? Равновесно ему, равноправно ему. Возьмите, востребуйте уже свое право быть творцом. И сквозь вас первоисточник будет сотворять здесь, на земле, ваше бытие, и сквозь вас прекрасное бытие для всех. Поэтому вы садитесь, расслабляетесь, мысленно позволяете себе. Тело расслабилось, пусть отдыхает. Сели или легли. Если ляжете, то уснете. Но даже засыпая, но даже засыпая, вы всегда можете сказать себе, я есть свет, я есть любовь, я есть творческая энергия, я плодородная энергия любви. Ну кто же вы? Вы говорите, а у меня здесь прямо тепло-тепло становится. Ну потому что это истинные слова. Вот все прям до кончика в пальцы, как будто поток какой-то идет. Вот так душа реагирует на истинное. Понимаете? А как она реагирует на ложь или на страх? Она сжимается все. Она спрятаться, отвернуться от этого хочет. А здесь идет раскрытие, идет отзыв. Вот это энергетическое подтверждение. Я чувствую, что эти слова мои. Моя душа трепещет и вибрирует на тех же частотах, как вот произносятся. Я же произношу только слова. А душа облавливает смыслы сказанного. И естественно она трепещет, она живет в этих вибрациях. Это для нее дом родной, это ее суть. Она такова, какова есть. Поэтому вы напоминаете себе, допустим, сели вечером, расслабились. Я есть свет, я есть любовь, я есть истина. Не ложь какая-то, я есть истина и раздание. Можете призвать свою высшую духовную проекцию. Говорят, матушка-Земля Гайя. Она и на это имя отзовется. Но лучше имена не присваивать. Она есть матушка-Земля. Наши земные аватары построены из ее материи. Таблица Менделеева. И процессы, которые протекают в этих аватарах, она поддерживает своей гравитацией, своими полями и так далее. То есть это физика, элементарная физика. Либо не элементарная, а тонкая, квантовая, ядерная, какая угодно. Даже та, о которой наши физики еще только догадываются, что когда-нибудь могут открыть. Может быть. А на самом-то деле, на самом деле, наши тела, что энергетическое, что физическое, построены из того, что создала для нас матушка. Точнее из того, что мы совместно когда-то создали с нею. Но эти тела, они функционируют только в полях планеты. Почему нет ни одного космонавта, который уже высадился на Марс или на Сатурн, или куда-то там еще. Все это из области фантастики. Почему? Потому что другая планета не способна создать все поля взаимодействия с аватаром человека. Если удастся создать какой-то спускаемый аппарат, который будет имитировать земные условия пребывания органического аватара, тогда да, тогда получится. Но это довольно сложно. Ученые не все еще знают для того, чтобы воссоздать вот все абсолютно поля планеты. Почему нельзя пребывать? Вот, ну, улетела там на МКС. А МКС, она же движется, ну, чуть выше самолетов. Она летает чуть выше самолетов. Ну, чуть. Относительно космоса, так вообще на том же уровне. Вот, недалеко. Почему необходимо космонавтам возвращаться на Землю периодически? Почему нельзя? Ну, улетела туда, ну и до пенсии работай. Работай до пенсии, да? Нет, нельзя. Что-то начинает в организме выходить из строя. Что-то начинает разбалансироваться. Значит, о чем-то еще не догадываются наши ученые. Или догадываются, но не говорят. Да, молчат. Молчат. Так вот, сели и призвали. Матушка Земля. Либо свою высшую проекцию. Ее имя Айя. Но она мне сама просто диктовала. Это один из первотворцов Вселенной. Женская суть носит имя Айя. Сейчас я пересрашиваю. Все-таки я женская суть. Да. Да. Еще раз могу напомнить. У первотворцов нет разделения мужская, женская. Как бы мужская, женская. Они целостные. И вы целостные. И душа у вас целостная. И, возможно, у вас даже были мужские воплощения. Сейчас спрошу. Да. У вас большая череда мужских воплощений была. Да? Да. Душа не имеет пола. Да, без пола. Если нужно было получить опыт, как бы наработать опыт преобладания мужских энергий, ну, блокировались ваши женские, вот какие-то проявления женской энергии, и вы входили в аватар мужчины, формировали мужскую аватару. Это очень часто было. Я знаю массу своих мужских воплощений тоже. И вот сейчас тоже вот говорит мне, что было много, очень много. И женских, и мужских. Но в этом периоде для пробуждения избирает душа женский аватар. Почему? Потому что женщины, как бы сказать, в отличие от мужчин, позволяют себе выходить за рамки. Знаете, у мужчины мужская энергия – это все-таки луч познания. Ну да, прямой. Луч познания такой прямой, одноканальный, нацелился и побежал. У женщины это поле сознания. Она позволяет себе осмотреться по сторонам и увидеть соответствие и несоответствие, и обнаружить какие-то иные пути для того, чтобы... Ну, а кроме того, женщина в 21 веке – женская доля. В 21 веке, где мы работаем наравне с мужчинами, и при этом вынуждены притворяться, что мы слабое звено или там слабый пол. Слабый? Я бы посмотрела на мужчину, который способен, придя с работы, встать у плиты на вторую смену, после этого сделать уборку, проверить уроки и так далее, и так далее, и так далее. Спать по 3-4 часа в сутки, при этом хорошо выглядеть, принимать гостей, радушно принимать гостей. Знаете, как радость души, радушие, да? Радушно принимать гостей. При этом, чтобы хватало терпения с улыбкой сносить все его фокусы, с пониманием относиться ко всем заскокам всех его друзей – женская доля. У нас более широкий взгляд на все, поэтому именно мы первые пробуждаемся по какой-то причине. доля мужчин, пробуждающихся, крайне невелика. Даже те ясновидящие, даже те чиннеллеры, которых я видела, слышала, они настолько подвержены матричным, вот как интерференты их очень легко уводят с выбранного пути. Щелк, и все, и мужчина повелся. И он уже гуру, и он уже шаман, и он уже маг, и он уже мессия, он уже готов корону на себя нацепить. Я сейчас облагодетельствую весь свет. И кто ты по сравнению с другими, как ты себя позиционируешь, да? То есть ты бог, ты мессия, остальные кто? Так, черн. Или кто? Ну, в общем, это все интересно. Так вот, дышите. Сели, расслабились и продышите. На физике, это поскольку на физике болезнь проявлена, очень важная дыхательная практика. Либо сидя, вы осознанно дышите, через нос вдыхаю, наблюдаю, как воздух наполняет мои легкие. Но там же, где легкие, там мой сердечный центр, и там моя душа. Вот этот воздух, который я вдохнула, он насыщается энергией моей души, энергией моей любви. И выдох я делаю, куда внимание, туда энергия. Не просто через нос я воздух выдыхаю, а я эту энергию, я выдыхаю ее сквозь все поры моей кожи, насыщая каждую клетку моего тела любовью, возрождая каждую клетку моего тела. Можно направленно дышать. Можно дышать через глаза. Ваша мысль творит то направление, куда пойдет ваша энергия, концентрированным лучом. У вас где-то там болит. Сели, расслабились. Осознали, кто вы. Подышали. И вот сконцентрировались и на выдохе всю любовь своей души, к своему телу, к этой жизни, к этой земле, к этому аватару. Понимаете, каждую клеточку напитали. Вы первотворец вашего аватара. Ваш аватар – это вселенная, это миллиарды живых, осознающих себя клеток вашего организма. Каждый из них – осознающее себя сознание. Частица, которая себя осознает. И если она испытывает нелюбовь к себе с вашей стороны, видит, что первотворец отвернулся от нее, не питает к ней любви, не посылает ей эту любовь, она начинает угасать и умирать. Поговорите с клетками своего тела. И не важно, слышите вы от них ответ или нет. Важно то, что они вас слышат. Они ждут этого от вас очень давно. Потому что вы всю свою жизнь, почти всю, много лет своей жизни, приносили свое тело в жертву. Разным обстоятельствам, разным требованиям, разным людям. И даже если вам казалось, что это ваша программа, что вот нужно по будильнику встать в пять утра, ваш организм еще не проснулся. Но вы его подняли насильственным образом, поволокли принимать душ, потом туда-сюда, и успеть еще сделать что-то до ухода на работу. Это насилие над телом? Да. Попросите у своих клеточек прощения за все эти случаи. Они живые. Они, понимаете, как макромир, микромир. Вы богиня своей вселенной. Вот она перед вами. Созданная вами. Для того, чтобы вы могли быть в ней. Для того, чтобы вы могли обладать правом выбора, свободы выбора. Это тело дает вам такое право. Спасибо ему. Поблагодарите его. Побалуйте его. Полюбите его. Оно ваш друг. Если вы от него отворачиваетесь, оно может стать вашим врагом. Но первично в ваши шаги. Поработайте с ним. Психоэмоциональные блоки. Какие бы они ни были. Любая обида. Приходит. Будет всплывать после сеанса. Будет всплывать в памяти. Тот или иной фрагмент. Он всплывает для того, чтобы быть осознанным и растворенным уже до конца. Всегда. Всплывает. Прекрасно. Это так и называется. Представка предбожественным взором. Вытаскиваем занозу на свет Божий. Смотрим. Что за фигня. Когда она появилась. Что это вообще. Когда. А тогда первый раз. Подсказка приходит тут же. Доверяем интуиции. Первая же мысль. В ответ на ваш вопрос. Она как правило истинная. Просто перепроверьте. Истинная. Я верно понимаю. Да или нет. Разговаривайте с собою. Со своей высшей проекцией. Она не выше вас по росту. Она внутри вас. Понятно. Пробуйте. Так вот. Если какая-то. Давно надоевшая мысль в мозгу. Или постоянно крутится одно и то же воспоминание. Или какая-то вот эмоция такая. Да как я могла вообще. Вы на себя раз и разозлились. Ну как я могла довести себя до такого. Простите себя. Мы в каждом мгновении своей жизни. Осознанно или неосознанно. Мы всегда выбираем тот путь. Который нам кажется наиболее правильным. Исходя из возможного. Мы выбираем наиболее приемлемый вариант. Разве нет? Да. Да? Так вот. Если представить себе широченное поле возможностей. Разве вы стали бы делать те выборы. Которые делали в жизни? Думаю что нет. Вы бы прожили совершенно другую жизнь. Наверное. Так проживите ее мысленно. Любую ситуацию. Да отмените вы свое участие в ней. Не было этого. Этим вы очистите ячейки памяти. Ментальные поля. И высвободите. Чтобы из вас вот уже из плотного тела выходило, всплывало то, что туда было вприсово. Всплывалось. Да. Понятно. То есть всплывает что-то. А продышите. Не можете кого-то простить. Какой поганка. Он поганка. Она поганка. Ну приходит на память. Ничего не поделаешь. Мы же здесь. Илья. Мыслить категориями. Что такое хорошо. Что такое плохо. Поэтому естественно наш ум оценивает вклад каждого в нашу жизнь. Естественно. И вот есть такая мысль. Да. Она там такая. 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 И это прям так. Аж душит. Аж прям ком в горле. Больно. Больно вспоминать. Больно вспоминать. Мысль. Какая беспокоит. Ну например. Этот человек причинил немного боли в жизни. Попробуйте продышать то, что этот человек светил, чист и добр. И намерение его как души было только одно. Научить вас осознавать себя. Защищаться от этого. Различать, что хорошо, что плохо. То есть этот человек пытался научить. Он пытался продемонстрировать, что у вас есть блокировка жертвы. Он хотел вас проинформировать. Он способы другого просто не знал. Он вам демонстрировал. Ну-ка, погляди в зеркало, какая ты. То есть невербально он транслировал вам это. А на физике он творил, что попало. И вам было больно. А вы на него обиделись за что-то в результате. То есть это, понимаете, эти взаимодействия, они нуждаются в более подробном. Мы так разложили, посмотрели. Все просто, как в детской игре. Казаки-разбойники. Мы казаки, а не разбойники. Что делать? Вот и все. Это игра. И вот если к этому так относиться, то вполне себе можно сказать, что вот я прощаю этого человека за все. И если вот решите такую практику прощения, ее можно провести двумя способами. Но для вас, наверное, все-таки будет более эффективной вздыхательной практикой. Это когда вот становитесь прямо, устойчиво ножки на ширине плеч, интенсивно дышите, чтобы насытить мозг кислородом и занять его, ну как бы отвлечь его немного, чтобы он не вмешивался своими выкладками, своим судейским, знаете, судейский молоток такой. Виновен. Невиновен, понимаете? Вот пускай он себе там в эйфории от кислородного перенасыщения вот тут вот рядышком будет, это ему не вредно. Вот. А вы продолжаете интенсивно дышать и просто произносите. Я прощаю этого человека за это. Дышите. А мысль можете произнести вслух. А можете просто мысль свою. Я прощаю этого человека за этот поступок. Я прощаюсь за этот поступок. И дышите, продолжаете дышать, но вы его прощаете. Итак, практика минут пять или десять, или пятнадцать. И лучше не в обязаловку, а я с удовольствием, я хочу освободиться от этой зависимости. Понимаете, пока вы не простите, этот человек даже именем своим будет напоминать вам о вашей боли. Попробуйте по отношению к брату. Это будет самое трудное. Можете попробовать с кого-то другого. А к брату это будет очень трудно, скажу я вам. Причем вы будете дышать, и пока вы будете проговаривать, это вы почувствуете в своем физическом теле. Я не знаю где. Но где-то вы прямо на физике можете почувствовать боль. Где-то выйдет, да? Обязательно выйдет. Проявит себя. Все равно дышите. Пока не растворится, пока не перестанет там болеть. Когда растворится, это вы эмоциональный блок, когда-то всаженный, вы его растворили в своем сознании. С братом, если работать, ну, может понадобиться месяц ежедневной работы. Но опять же, не надо к ней относиться как к обязаловке. Когда идешь без радости, без предвкушения того, что в этом творческом процессе вы творите что-то волшебное, что позволяет вам раскрепоститься, вот если вы идете с таким намерением, все получится вот так. Если вы так будильник завела, сейчас 15 минут подышу, так отстаньте, сейчас 15 минут подышу, а там как будет, так и будет. Это не работает. Здесь нельзя себя обмануть, это духовная сфера. Вы себя не обманете, это не работодатель, это вы сама и есть. Ничего. Это просто вы выключили камеру, а потом включили. Понятно, да? На тонкий план мы ходим за освобождением, за познанием себя. Это всегда интересно и любопытно. Если это становится просто работой, надо уходить из этой работы. Надо бросать свою работу. Это должно быть в кайф. Мы же приходим на землю, чтобы получать удовольствие. За счастье. За счастье. Так вы сказали. Совершенно верно. За счастье мы приходим. Так мало того, мы же приходим дарить это счастье и обретать его во взаимодействии с другими. Это в одну сторону никогда не бывает. Нельзя, не получится никогда быть любимым, если любви нет внутри. Очень многие люди, они просто в хищническом поиске, чтобы меня любили, любили. И вот этот, чтобы любил. И вот этот, чтобы любил. И вот эти 48, а лучше еще и по интернету 250, чтобы все меня любили, а я такая цадзе. А сама себя любишь? Нет? Нет. То есть есть такие, это крайние варианты. Когда человек пустоту для себя, вот эту пустоту, неспособность самому, эту энергию выплескивать в адрес других, пытается компенсировать. Он впихивает, впихивает. А любовь ли это? Даже развлечения нет. Много любови не дают общей массы одной любви. Много вариантов земной любви не дают всей массы любви божественной и безусловной. Ну, это я чего-то сейчас умничаю. Почему я это делаю? Говорят, это не ты. Ладно, я пошла отдыхать. Это не я. Так, у меня же тоже свобода воли есть, да, воплощенного человека? Я транслировала, транслировала. А сейчас я хочу помолчать и отдохнуть. Давайте минут 10 поотдыхаем, да? Хорошо, 10 минут. И встретимся. Так, хорошо.